Сумерки Богов Всем, кто хочет получить книги из моих рук, надо написать мне в личных сообщениях. А пока книги продаются в столице в магазине Москва, в Петербурге в Доме книги на Невском, в магазинах подписные издания и во весь голос. Если вы находитесь за границами России, то книги можно купить в электронном виде на сайтах Ридера и Литрес, а в печатном на сайте Алиэкспресс. Все ссылки вы найдете в описании этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 До конца лета осталось две недели, а значит совсем скоро начнется новый театральный сезон. Летние фестивали торопятся выпустить все, что было задумано. Сегодня в Зальбурге последняя полноценная премьера сезона. Редкая опера «Интолеранса 1960» Луи Джинона с текстами Фучика, Маяковского, Элюара, Сартра. Вот именно этот спектакль пока не собираются транслировать, только по радио. А хотелось бы увидеть, что поставил бельгиец Ян Лауэрс. Ну, может быть как-нибудь еще выпустят. 21 августа пройдет в первый раз «Тоска Пучини». Этот спектакль несколько лет назад был показан в рамках пасхального фестиваля, но на этот раз он украшен праздничными фонариками, вроде Анны Нетребков главной партии. 27 августа будет трансляция третьего представления, после которой я вам расскажу о своих впечатлениях. Кстати, билеты снова появились в продаже, причем даже не самые дорогие. А сегодня поделюсь впечатлениями от концертной программы фестиваля, которая в Зальцбурге едва ли менее интересная, чем оперная. Исторически сложилось так, что Зальцбург, которому через неделю исполнится 101 год, 22 августа, это фестиваль оркестра Венской филармонии. Но во все времена руководители фестиваля стремились пригласить сюда иностранных гастролеров, которые могли бы разнообразить программу. Причем гастролеры были очень разными. Например, в 1928 году сюда приезжала оперная студия Ленинградской консерватории во главе с режиссером Эммануилом Капланом. Показывали оперы «Каменный гость» Доргомышского, «Кощей бессмертный» Римского-Корского. Эту идею, снова поставить эти оперы, я пытался предложить еще интенданту Ружички, когда сам работал в Большом театре, ну, как совместную постановку, скажем, «Каменного гостя», оперы, которая лучше всех на свете рифмуется с обязательным зальцбургским Дон Жуаном. Но по вполне понятным причинам она не осуществилась. Ведь сегодня Зальцбург должен думать не только о художественной политике, но и о финансовой составляющей. Причем намного больше, чем раньше. Ведь, как показал нынешний год, цены на билеты уже настолько взвинчены, что купить билеты можно практически на все. Я помню времена, когда билет в Зальцбург был большой удачей. Так было еще в 90-х. Сегодня надо просто иметь много денег. Ну, хотя богатые люди и 30 лет назад переплачивали консьержам за обязательные посещения, но сегодня сходить вдвоем на спектакль – это 900 евро по максимуму. Добавьте такси, программку, воду в буфете в антракте – вот и выходит 1000 евро. Ну, а концерт обойдется там в 500 евро на двоих. Конечно, немыслимые суммы. Что касается приглашенных оркестров, то вначале, в Зальцбурге, после войны, стали появляться те коллективы, которые были связаны с именем Караяна. Берлинский филармонический оркестр в первую очередь. Сегодня этот список расширился, но концерты в Винерфилармонике расстаются как бы ядром всей концертной программы. Эти концерты повторяют по 2-3 раза, столько желающих на них попасть. Их транслируют по австрийскому радио и телевидению, как бы заранее предполагая, что они обязательно войдут в историю. В этом году этот оркестр выступил с пятью дирижерами. Пять программ представили Франц Вельзер Мёст, Кристиан Тилеман, Андрис Нельсон, Рикардо Мути, и впереди еще концерт Херберта Бломстетта. Кроме первого концерта, все остальные были в телевизионных трансляциях. И, конечно, особняком стоит Рикардо Мути, не только потому, что ему недавно исполнилось 80. Он связующая нить с прошлым Зальцбурга. Он был любимцем Караяна, каждый год дирижировал здесь еще при великом и ужасном Герберте. И сегодня, когда он в силу своего характера не жалует все театральные инновации последних десятилетий, завлечь его в Зальцбург можно только на концерт. После последней Аиды он даже официально заявил, что не будет участвовать в постановках. Впрочем, от итальянского маэстро всегда ждешь чего-нибудь подобного. Злые языки говорят, что он продал недвижимость в Зальцбурге в знак протеста против засилия Теодора Курензиса в последние годы. Но без мути совсем Зальцбург невозможно представить. Он здесь все же пока продается лучше русского грека. Вот Курензис – это фаворит нынешнего руководителя фестиваля Маркуса Хинтерхойзера, который делает все для того, чтобы создать ему и его детищу, оркестру музыка Этерна, фан-сообщество и в Европе. Во всяком случае, я уже говорил в ролике после трансляции Дон Жуана, в этом году просто революция здесь, ведь оперу-опер в оркестровой яме играл вовсе не Винерфилармоникер. Да и концерт, который вчера транслировал немецкий канал Драйзад, неавстрийское телевидение, показал, что Хинтерхойзер готов сделать все для Курензиса, поставить его в один ряд с оркестрами Берлинской филармонии, Петренко, например, и дать концерт в Большом фестивальном театре. Люди, далекие от фестиваля, слабо себе представляют, что эти действия действительно необычные для Зальцбурга, и они только больше укрепляют позицию Теодора Курензиса в мировом рейтинге популярности. Но Хинтерхойзер тоже использует наш оркестр, который, кстати, к моему удивлению, в этом году все время позиционируется не как чудо из России, так было раньше, а как международный коллектив. Это к тому, что я часто слышу музыка Этерна, послы российской культуры, и мы за это должны быть им признательны. Уже нет. В этом случае Хинтерхойзер предстает как менеджер, который имеет свой взгляд на искусство, а там, где появляется Курензиса, своими порой негодными интерпретациями, всегда возникает брожение и скандалы. Вот и в Зальцбурге, пока он дирижировал «Милосердием Тита» или «Доминеем», критика была к нему очень благосклонна. Но, как я и предсказал два года назад после «Дон Жуана» в Люцерне, именно трактовка оперы-опер «Дон Жуана» на родине Моцарта вызвала шквал негативной критики. Раньше немецкие эксперты относились к Курензису как к курьезу, хотя я давно говорю о том, что глупо, незамечательно, на наших глазах рождается новая и опасная тенденция, дирижер ставит себя выше музыки. Но вот после «Дон Жуана» появились статьи о самом Курензисе, где вдруг все заметили, что он порой относится к волюнтаристке к музыке, что играет то, что может принести заведомый успех. Кстати, это было очень очевидно три года назад, когда я сходил на исполнение им Пятой симфонии Бетховена. Но сейчас журналисты договорились до того, что Курензису стоит ждать за свои грехи прихода собственного командора, который утащит его в ад. А статья называлась «Ни много, ни мало уничтожитель Моцарта». Но как раз выступление оркестра из Петербурга с концертной программой, так странно говорить это словосочетание вне работы Гергиева или Тимирканова, но теперь это уже данность. Так вот, это показало, что если убрать совсем экстремистский подход к музыке Моцарта, то в работе Курензиса со сотоварищем есть рациональное зерно. Я слышал исполнение 40-й и 41-й симфонии в Москве в минувшем апреле, делал об этом подробный рассказ, посмотрите. Скажу только, что то, чего мне не хватило в шлягерной сольминорной симфонии в Москве, теперь уже было исполнено сполна. За минувшие месяцы симфонию отточили. И музыка эта, как я говорил в прошлый раз, она бесконечно выносливая, вмещает в себя любые интерпретации. Если с Дон Жуаном Курензис наворотил опять, то в симфониях Моцарта он достаточно серьезно относится к материалу. Тут мало привычных для нас бросков и метаний. Дирижер, которому через полгода исполнится 50, уже не должен зарабатывать славу только эпатажам. Понятно, что он не будет делать как другие. Ему все время хочется, чтобы в каждый момент симфонии его оркестр играл тише других, медленнее других, ну или громче и быстрее. Это кажется ювелирной работой, но на самом деле, на мой взгляд, это мастихин против тоненькой кисточки. Ведь на полярных контрастах работать намного легче, проще производить впечатление на публику. Но тут уже Горбатого только могилой исправит Курензис и в 80 будет пытаться понравиться публике. Это в его природе. Сороковая симфония, начавшаяся обычным безумством в виде хора с солисткой и скантатой «Кающийся Давид», это я уже слышал в Люцерне, там была Бартель, у которой есть нижние ноты, у Надежды Павловой на этот раз внизу было нехорошо. Так вот, это точно продолжало линию этого номера на текст, приписываемый до понты. Я возвысил слабый голос Господу. Сороковая симфония получилась мрачной, темной, даже первая задыхающаяся часть и завершилась. Она тоже траурно-масонской траурной музыкой, зато 41 симфония получилась на редкость просветленной. Особенно это касается знаменитой четвертой части, которую музыковеды всегда характеризуют уже как бетховенскую, отличающуюся олимпийским спокойствием и эпическим размахом. Но пять тем финала, причудливо переплетающихся у Курензиса, звучали как угодно, но точно неспокойно и не эпично. Каждая тема была явлена слушателю как отчетливая часть этого музыкального пазла. Конечно, в том случае, если вы, в принципе, готовы принять это скорее барочное исполнение классицистской музыки, эти шуржащие смычки, эти гнусавые духовые и ненужные примыкания хоровой музыки к симфониям тоже. Но это фирменный прием дирижера, он помогает привлечь больше неофитов. Потому что, конечно, за последнее время наше восприятие и барочной музыки, и той, что выпало связать музыкальные устремления нашей цивилизации с эпохой романтизма, сильно изменилось. Это стало очевидно, когда я послушал сегодня утром по радио трансляцию торжественной мессы Бетховена с Рикардо Мути из Альцбурга. При всей уникальности оркестра Венской филармонии, их невероятном слаженном звучании и исполнении это трудно отнести к числу запоминающихся. Мути выстраивает какую-то оперную драму, точно гранд-опера. Сделано это очень величественно и мастеровито, но как раз настолько неконтрастно, точно он хочет сделать что-то в пику ненавистному Курензису. И удивительно, что текст весь принесен в жертву, и хор, и солисты, среди которых выделялась сопрано Роза Фиола, были часто погребены под лавиной оркестра. И вот на фоне того, что я услышал накануне у международного ансамбля из Питера, где была такая ясность моцартовской мысли, у Мути не было понятно и ясно ничего. Просто такое монолитное звучание, которое могло бы пригодиться в советские времена нам для иллюстрации революционных струблений любимого композитора Ильича. Мировая премьера Мессы, кстати, была в Петербурге. И если бы не канонический латинский текст, церковный, мы бы точно в свое время все выучили это произведение наизусть. Кстати, в квартете солистов аж три певца были из России, но это точно был не день Дмитрия Корчака и Ильдара Абдразакова. А расфокусированное звучание Алисы Колосовой, мецисопрано, даже портило впечатление идеального зальцбургского концерта, который Мути создает одним в своем присутствии. Впрочем, это могло произойти и от того, что концерт начинался в 11 утра. Не лучшее время для любого певца. Но помимо полюсов концертного исполнительства в Зальцбурге, которым для меня стали Курензис и Мути, было еще несколько концертов, которые стоит упомянуть. Во-первых, Кристиан Тилеман и Адриан Нельсон дирижировали все тем же оркестром Венской филармонии. Первый с седьмой симфонией Брукнера, второй с третьей симфонией Малера. И если у первого типично брукнеровское вытягивание жил и слушателя превратилось в настоящее удовольствие, как раз точно демонстрирующее все достоинства струнной части оркестра, то у второго Малер вышел довольно скучным, монолитным, как раз эпичным и малоконтрастным. Правда, первый концерт был украшен рюкерт-лидер Малера в исполнении Элины Гаранчи, которая с честью справилась и с музыкой, и с текстом. А во втором концерте соло в третьей симфонии исполняла Виолетта Урмана. И это был высочайший класс исполнительства, где вокал, текст нитши и образ солистки, взывавший к людям точно из-под земли, рождали невероятное впечатление. Невиданная артикуляция нынче, которая теперь отмирает, кажется, со всеми этими певицами, которые поют не свой репертуар. Еще я послушал концерт оркестра Западно-Восточного Дивана под управлением Даниэля Баренбойма, и там класс молодых исполнительней, конечно, ниже, чем у Венского оркестра, да и у Этерны. Но я хочу сказать не об этом. Все эти концерты – элементы одной картины, которая в Зальцбурге, например, является целиком. И чем отличается нормальный любитель музыки от тех, кто умирает от восторга на концертах своих любимцев? Каждый из оркестров, каждый из дирижеров чем-то цепляет, создает с работами других маэстро, других коллективов какое-то новое представление о музыке. Я не могу сказать, что мне было скучно слушать того же Баренбойма. Симфония Франка у молодых музыкантов, во всяком случае, получилась достаточно интересной. Другое дело, конечно, что он тянет своего сына в солисты Михаэля, хотя у него нет для этого ни техники, ни харизмы. Но для меня все эти впечатления сложились в одно, которое и останется как впечатление от Зальцбурга постпандемического. И когда я с моими друзьями, хэштег лучшие на свете меломаны, все же доеду до Зальцбурга, я не забуду и этого лета. Спасибо вам, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры сделал DimaTorzok